МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Турции с разрешения государства 523 человека занимались поисками сокровищ армян. Третий международный гончарный симпозиум пройдет в Арцахе. В селе Бахчисарай в Ано-Западной Армении под лавину попал микроавтобус с пассажирами. Жертвами стихии стали 5 пассажиров, микроавтобусы, еще 7 человек были госпитализированы. По данным спасателей, 2 человека остаются под снегом. Спасательные работы на месте катастрофы продолжаются. Заместитель министра экономики Республики Армения Найра Маркаля встретилась с директором Армянского института управленческого консалтинга Сильвей Месропян, члена Международного совета консультативных институтов управления. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении. Целью встречи было обсуждение хода организационных работ и совместных действий предстоящего в мае текущего года в Армении глобального форума «Большой деловой мост». Проведение форума в Армении преследует цель стимулировать армянский рынок консалтинговых услуг, представляя возможность более детально ознакомиться с возможностями взаимодействия международным опытом и развитием. В рамках форума состоится встреча экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского узла, которая является частью ежегодных мероприятий стран региона. Президенты Российской Федерации и Турции условились принять безотлагательные меры, прежде всего по линиям Минобороны, для повышения эффективности координации действий в Сирии, выраженная обоюдная беспокойность обострением остановки в Идлибской зоне до эскалации. Владимир Путин обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов. Говорится в сообщении, условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линиям Министерства обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии, отмечают в пресс-службе. Там также заявили, что в разговоре подтверждена поддержка межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве. Соединенные Штаты могут в кратчайшие сроки отменить санкции против Ирана и помочь ему улучшить экономику, если же Тегеран решит выполнить ранее оглашавшиеся Вашингтоном требования. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник вечером перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением о положении страны передает ТАСС. Иранский режим должен отказаться от попыток получения ядерного оружия, прекратить распространение террора, смерти и разрушений, а также начать работать на благо собственного народа. Из-за наших жестких санкций иранская экономика серьезно ослабла. Посмотрим, какую дорогу они выберут. Это полностью зависит от них, отметил американский лидер. За два месяца более полумиллиона человек были вынуждены бежать от боевых действий в провинции Элипп на северо-западе Сирии. Об этом во вторник, 5 февраля, заявил пресс-секретарь управления ООН по гуманитарным вопросам Дэвид Свонсон. С 1 декабря около 520 тысяч человек покинули свои дома. По его словам, 80% беженцев – женщины и дети. Свонсон также отметил, что их передвижение зимой усугубило и без того ужасную гуманитарную ситуацию в регионе. Сирийские правительственные войска при поддержке России недавно снова начали наступление на провинцию Элипп, которая контролировалась в основном группами джихадистов и отрядами повстанцев. Силам президента страны Башара Асада удалось отвоевать несколько стратегических важных городов. Министр культуры и туризма Турции Мехмед Нури Эрсой ответил на вопрос депутата парламента Демократической партии народов Тумы Челико, который поднял о парламенте вопрос о раскопках произведенных с разрешения государства в армянских и греческих поселениях Мараша. Как сообщает окумк.нет, в ответ на вопрос депутата министр отметил, что о наличии сокровищ в данных населениях не было обнаружено какой-либо информации или же фактов, и археолог Хатидже Келечеслан приступила к этим работам лишь после получения необходимого разрешения. Министр также заявил, что в 2014 по 2019 годы 523 человека разыскивали сокровища, однако нет никаких данных о том, что они были найдены. В интервью bionet.org депутат Челик подчеркнул необходимость запрета на манию разыскивания сокровищ, так как в результате подобных действий страдают исторические и культурные памятники. В третий раз с 20 июня по 6 июля в Арцахе будет проведен международный кончарный симпозиум «Брут Арт», организованный по совместной инициативе Шушинского филиала Института искусственной рекации и Министерства культуры по делам молодежи и туризма Арцаха. Заявки на симпозиум уже принимаются. Специализированный комитет выберет только 10 участников из числа претендентов. Отобранные работы будут выставлены в Шушинском государственном музее изобразительных искусств и в Шушинском филиале Института искусственной рекации. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию к лучу ареи в исполнении населения. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok